Всем доброго дня, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на очередном дне Эпик Прайм Лиги, если я не ошибаюсь, в 10-м. С вами домашняя символизационная студия аналитики и ведущий Кристал Мэй, и справа от меня инмейт вместе со Смайлом. На самом деле они находятся намного дальше, чем справа от меня, но мне приятно так считать, что они прямо рядом. Но я не так и далеко, Мэйдж. Протяни руку в окно, я могу её пожать. Да, неплохой вариант. Серёг, здорово. Правда, я тебя не слышу в дискорде, но мне суть важна. Вот, и как у тебя там дела? Вот, да-да-да. Это не сильно меня там засвечивают мои нимбы. Ну ты красивый, ты просто местный религиозный просто идол. В любом случае, друзья, давайте вспомним вчерашний день, перед тем, как будем переходить к сегодняшнему. У нас вчера играли в Винстрайке против Team Spirit. Парочку слов о выступлении этих команд, потому что я это комментировал, а я комментировать это больше не собираюсь вообще. Ну, так себе. Так себе собирали в Винстрайке. Ну да, Мэйдж, почему ты не хочешь их комментировать больше? Не, ну не их вообще. Я в смысле, я имею в виду, я вчера комментировал эту катку, и сегодня комментировать то, что я комментировал вчера, я не хочу, потому что это было очень плохо. Прям максимально плохо. Поэтому я предлагаю сделать это вам. Ну мы вчера тоже это дело анализировали, и не особо хотели бы анализировать это еще раз. Но если в двух словах, ради воспоминания вчерашнего дня, накосячили с драфтами, накосячили с первыми выходами. Не было никакой вот, как сказать, агрессии, что ли, со стороны Винстрайк. То есть отдавали все балансируны на всех картах, не забирали вышки, пассивно драфтили. Странно очень драфтили, рано открывали героев. Ну, в общем, аутдрафт, аутплей и легкие там 50 минут для спиритов. Винстрайк вообще в последнее время проблемы с драфтами, поэтому трудно что-то говорить по поводу их игры. Им нужно сначала, в первую очередь, этот аспект игры пофиксить, потому что без него в дот вообще не играется. Их просто реально аутдрафтят уже на протяжении недели и вообще последних месяцев. Да, но по их результатам мы, в принципе, ожидаем то, что они будут находиться у нас в окончании таблицы. Я напомню то, что у нас седьмое и восьмое место вылетают с турнира, точнее, с лиги, и на следующий сезон они будут представлены в том случае, если там не отыграют религейшны. Со стороны, пятое и шестое остаются в лиге, ну и первое, второе, третье, четвертое место у нас будут находиться в плей-оффе. Можно как раз-таки показать, наверное, табличку для того, чтобы всем было наглядно понятно, что вообще сейчас происходит у нас на Epic Prime League, потому что League одновременно проходит очень-очень много, очень легко можно запутаться. У нас, на самом деле, самая такая отличительная история, это то, что у нас находятся здесь все СНГ, только коллективы, ни одного зарубежного коллектива нету. Есть, конечно, игроки отдельные из разных стран, но в основе своей здесь представлены именно СНГ. И в рамках СНГ, понятное дело, что WP у нас находится на первом месте, Flight to Moon сзади них. Дальше у нас WP Prodigy, которые сегодня будут играть, Spirit, Cyber Legacy, Winstrike. Ну и в печальном состоянии находятся бейты вместе с Team Unique, которые могут золотать себе очков. Ну и в случае с бейтами, я думаю, вы все прекрасно знаете то, что у них уже около 10 или даже больше с триком поражений подряд. И, честно говоря, очень многие уже задаются вопросом, ну, зрители, аналитики о том, зачем их все еще продолжают звать на турниры, если они выступают хуже, чем среднестатистический СНГ-2 коллектив. Ну а мы отправляемся на сегодняшнюю встречу. У нас Unique против WP Prodigy. Давайте пару слов про WP Prodigy, потому что коллектив вроде как показывает достаточно хороший перформанс и собранность тех людей, за которыми мы наблюдали очень долгое время. Ну, давай так, они сыграли кучу каток уже, на самом деле, с момента подписания и объявления состава, и за все время проиграли, грубо говоря, одну серию. Это против Virtus.pro на этой же лиге. Все остальное вроде как потащили, где-то уверенно, где-то не совсем уверенно. Но вот в рамках общей такой картины пока тяжело сказать, что из них получится, потому что надо ждать ланов, на которых пока непонятно, когда они еще появятся. Надо ждать каких-то лан-финалов, лан-онлайн-финалов. То есть какого-то турнира, где будет представлена вот наша прям максимальная тир-1 сцена. То есть, знаешь, что вот были условные там Na'Vi, Virtus.pro, Gambit и вот WP Prodigy. И на фоне вот таких каток смотреть, насколько они могут бороться именно хотя бы с грандами нашего региона. Потому что пока вот все их катки, это вот в лучшем случае Flight to Moon, которые пока ни шатка, ни валка, ну, вероятно, тянут прям на совсем тир-1. Хоть и очень сильная команда. Ну, вот Virtus.pro нам у Prodigy показывали, насколько они способны бороться с грандами. Как раз-таки против своих старших братьев они играли там у нас в первом туре, да, этого чемпионата. И там было однокалиточное персонажи. Однокалиточная катка была. Да, да. И там, кстати, замечу то, что стиль все-таки Virtus.pro Prodigy уже теперь похож на то, что мы исповедовали в рамках того же самого фрагфуртского ИСЛа уже из старого состава ВП. Потому что, опять же, очень-очень... Девчонки, такие же герои, которые были у Epileptica ранее в начале сезона, они остались теми же самыми. То есть, в общем и целом, на протяжении сезона никуда особо не уходило своего пула героев. Никакая обмета не была, все равно те же самые ИПЛы выезжают здесь на регулярных основах от этого игрока и вообще иллюзиониста, которых он обожает. Единственный минус, да, наверное, то, что Урса не вернулась в пул, потому что это один из его любимых героев, на которых он считает, что очень-очень сильно шпилит. Вот. Сегодня у нас, соответственно, противостояние будет против Юников. Как вам эти хлопцы? Потому что с ними у нас уже связано достаточно много историй. Но в данный момент под новым клан-тегом они в рамках нашей лиги выступили только один раз против Virtus.pro. Там было 19-21 минута. Вот. На других турнирах я, в принципе, думаю, что вы тоже могли их запалить. Да, мы видели. И, опять же, не так плохо они играли на том же ESL, не вышли с пятого места, и почти все катки были форматы 2-1 с боем, причем против довольно крепких коллективов. И в рамках, да, вот этой лиги, если мы проиграли Virtus.pro, тоже 2-0, и получается, что сегодня у нас сыграют две равных команды, два хороших коллектива. Потому что и те, и другие примерно за одно и то же время отлетели от ВП. У Юников тоже. Думаю, что это намерило. У Юников тоже проблемы были по поводу расстановки лайнов. У них вроде идея на драфте как бы есть, присутствует. Но именно как укреплять свои лайны. Тут была в серии именно против Virtus.pro огромнейшая проблема у них. Поэтому будем смотреть, как они пофиксили как раз эту проблему в этой серии. Ну и, конечно же, вопрос в том, что мы ожидаем с точки зрения именно противостояния. Будет ли у нас полноценная БУ-3, или это все-таки такое вот прям... Лайтс будет 2-0 в одну калитку, и кто является вообще фаворитом? Я по последним играм этих двух команд, наверное, все-таки ВП Продиджи поставлю на фавориту. Здесь, да, небольшие, знаешь, как там вот эти любят коэффициенты делать. Полтора на два с половиной. Полтора у нас как раз Продиджи, и два с половиной здесь будут ребята из Юник выступать. Ну вот, а я, наоборот, думаю, что 100% будет. И хочу, короче, чтобы было 2-1, и думаю, что будет 2-1, и думаю, что Юники заберут серию. Приходом четвертого. Примерно, знаешь, как обновленный новый состав, где еще ничего особо наигранного нет. И ВП Продиджи тоже не то, чтобы особо где-то там много наиграли, или что-то такое показали. То есть просто крепкий такой стак, хороших игроков, там условно топ-100, топ-200 ладера. И в рамках такого противостояния, возможно, как раз-таки капитанский опыт, который есть там у OneScore, у БЗЗ, может им позволить зарешать в рамках этой серии. Кстати, когда увидел открытие Продиджи, подумал о старом-добром втором составе ВП, потому что это же не первая история, да, молодежь может быть не в курсе, но на самом деле в Virtus.pro были вторые составы. А здесь конкретно... Мы играем? Почти. Пополярити. Он назывался Asus Polar изначально, да, потом Polarity, потом... Ну, соответственно... И зачем, наверное, сначала Polarity, потом Asus Polar, потом WP Polar. Вот, это не говоря о том, что у них был еще Virtus.pro ладис, конечно же, но это отдельная история. Вот, а так, соответственно, это второй уже состав. Он, правда, тогда не считался молодежным, и потом впоследствии стал основным. Здесь самое интересное, что, в принципе, Продиджи могут стать основным составом, примерно по такой же самой истории, в зависимости от того, что произойдет с тем, что сейчас... Ну, пока по игре там до основного состава как до луны. Поэтому, потому что Virtus.pro сейчас они реально вернулись в форму, основные Virtus.pro вернулись в форму. И самое главное, что тут никто станет основным составом, когда это произойдет, а самое главное, что наконец-то у нас наши дисциплины по доте услышали, то, что нужно открывать молодые составы, то, что не нужно тебе будет искать вот этих игроков, да, в дальнейшем, которые там в матчмейкинге играют, и ты там пытаешься выбрать. А у тебя вот под носом будет тебе молодежный состав, который, в принципе, держать не составляет там больших каких-то финансовых трудностей, поэтому, почему бы нет. И вот я надеюсь, что вот все там наши гранды, да, там, Gambit и Na'Vi и так далее, они будут открывать вот эти молодежные составы, будет основной состав, и вот ребята, которые хотят пробиться, и у тебя у основного состава будет мотивация. Ну, мы уже 15 раз там уже об этом говорили, миллионов, поэтому... Ну, самое главное, что ты хотя бы не будешь зависеть от дырки в контракте у того игрока, которого ты хочешь забрать. Конечно. Потому что, мне кажется, подобная зависимость является немного странной. А так вообще, с точки зрения тайминга, получается, это оптимальное время для того, чтобы открыть второй состав. OGC по факту чуть ли не чувствовали, видимо, ситуацию, которая произойдет дальше, потому что именно во времена коронавируса не проходит ни одного чемпионата от Valve. Это супер важный момент, потому что все другие чемпионаты, они не имеют какого-либо напряга или какого-либо правила по отношению к коллективам, которые выступают под одним клан-тегом или под одной организацией. Ну, конечно, пока ты далеко не уехал, я себя правильно помню, была какая-то мутная история с тем, что у них так все сделано, что они не являются вторым составом, поэтому могут выступать одновременно. Ты про ProDirge, в смысле, или про OGC? А, ну, и о том, что в общем и целом, они просто въехали в этот тайминг идеально, даже до того, как объявилась ситуация в отсутствии мажоров. Вот, и я, честно говоря, не знаю, каким образом они обходят вот эту всю юридическую тему для OGC, но если мне кажется, что Valve не показал им пальчиком. Я говорю, что у нас есть команда Fly2Moon, и Fly2Moon версия 2.0. Они же явно разные коллективы, я думаю, что что-то можно было придумать. Может быть, можно было бы, только Fly2Moon 2.0, это типа команда OpenQual, которая никогда не появилась. Какая разница? То есть, если туда условно идет играть соло, Рамзе, Спаша, Нун и, допустим, давай Лила возьмем, и назовутся Fly2Moon версия 3.0, они вполне вероятно пройдут OpenQual, и где-то будут играть, и тоже их пустят играть вместе с Fly2Moon и с Fly2Moon 2.0. Посмотрим, посмотрим. Это вообще частный случай, я имею в виду. То есть, это вопрос, наверное, тот, который тебе нужно напрямую задавать в каждом отдельном варианте именно Valve'ам, и Valve'ам должны разрешать. В случае с OGC, они еще ни разу не были на одном этом же лане с OGC, что, в общем, в целом, логично, потому что теперь ланов нету, а до этого они, соответственно, просто пускали. Просто вспомнил последние квалификации на мажор отмененный, как раз-таки там и там и участвовали, и OGC, и OGC просто прошли, и OGC не прошли, но их пустили участвовать. Да, да. Ну, просто я думаю, что они уже постфактум, скорее всего, что-либо решали бы. Вот. И, соответственно, тайминг такой, то, что сейчас на онлайн-лигах тебе есть возможность, наконец-таки, оформлять себе молодежные составы, не напрягаясь по поводу юриспруденции, не напрягаясь по поводу легальности происходящего, и совершенно спокойно тренировать себе вторые и третьи варианты, да. И причем, насколько я помню, раньше это те же самые китайские, например, коллективы и организации, точнее, имели по несколько ростеров. Да и сейчас имеют. Но сейчас тоже они имеют, но там, ну, то есть их намного меньше согласились. Да, согласен. Потому что они, опять же, просто переводят, потому что их в другие названия. То есть, видишь, как у нас был Winstrike и, как их это назвали, это подписание? Modus Unity. Modus Unity, да. То есть, как и догадаться, грубо говоря, так и там, в Китае. Очень многие, на самом деле, имеют финансирование из одного источника. Valve все сломали. Valve все сломали, а потом коронавирус все сломал, и теперь у нас карантин, и мы в... который, в принципе, все законы Valve не работают от слова совсем. Напоминаю, что, да, DPC сезон мы провести до конца не можем. Мы, причем, также страдаем, как и футбольные клубы, которые не могут провести свои сезоны до конца. Мы не можем провести даже The International вовремя, судя по всему, потому что, ну, нет информации на никакой. Мы не можем BattleBuzz вырубить. Но зато у нас есть онлайн-лиги, и хоть чем-то мы рады, потому что ВП Продиджи вместе с юниками начинают раздрафты первой карты в рамках ТОБО-3 Противостояния, и у нас Марс плюс Вивер против Nature Prophet ДК. Ну и там, и там пока выглядит крепко. Метовые герои часто берущиеся, и там, и там. Вопрос только, что из этого будет лучше заходить. То есть из таких популярных наших фраз, это то, что ты берешь Фуриона, потенциально, допустим, даже на кор-позицию, и он должен будет куда-то врываться под что-то. И вот надо, чтобы это что-то появилось. Потому что пока ДК, это опять же не тот парень, который на 6-м лабора захочет прям включаться, давить, ехать. Ему бы там аккуратненько нажать форму, постарать побычки, да, фармить пару слотов. Продиджи пытаются отпекать так же, как Virtus.pro. То есть ты начинаешь всегда с сильного универсального персонажа. Марс один из них, да, как раз этот парень, он, как мы будем говорить, флексит по всем позициям абсолютно, но там на трешку, да, скорее всего, он пойдет. Но этот герой, он универсальный. У него все скиллы полезные. Он в начале сильный, он в мид-гейме сильный, он в лейте сильный. И плюс Вивер. Ты видишь Фуриона, ты как раз, это у тебя будет роль, наверное, на четвертой позиции, да, суппорт будет, Виверочек. И, соответственно, Nature Profit уже тут некомфортно играть, потому что Марса трудно пробить, Вивера не поймаешь, и тебе вот эти прилетки, да, по лайнам, они как бы не всегда будут успешны. Угу. Это правда. Здесь довольно сложно кетчить Nature Profit кого-либо, в принципе. Кроме этого, Марс еще и деревья пробивает очень успешно. Так что спорты вообще не особо работают. Нет, ну ты можешь сэвить тиммейта, например. То есть там условно Марс тебя закрывает, и можешь тиммейта выкинуть дровами. Например, через арену, там разные варианты есть использования. То есть, опять же, персонаж круто ломает здание, очень мобильный, позволяет вышки собирать. И вот герой, которого я продвигал сколько уже, не знаю, там неделю-две. Каждый раз, каждый раз, каждый раз, когда его вижу, я считаю, что он совершенно ни о чем. Я не знаю, как он может быть хорошим. С новым Маледиктом он не может быть плохим в любом случае. Это же у него один спел. Уже со старым. Ну, в смысле, у тебя Wood Restoration, который крайне хорош, в рамках особенно подреза всех вот этих лишних ресторов, которые были у нас в прошлом патче, возвращая тебе Кэрис 30 хпоригенов драки. У него крутой Маледикт, у него крутая палка, у него банк, который прыгает в том числе в инвиз. То есть я в правильной позиционке, в правильных руках, он может творить просто чудеса. Это, наверное, ты не можешь позволить себе собрать там Аганим и стрелять за 4-200, потому что, ну, нужны еще другие слады под это дело будут, но вне Аганима он очень хороший персонаж. А тут бабка у нас. Сейчас очень много уфлейнеров сильных приходит, и, ну, зачастую у тебя суппорты такие, которые не могут выгнать там четвертую позицию или уфлейнера того же самого, да, там. А вот как раз Вич-Доктор — это из тех персонажей, который может гонять, у него как бы много способностей, и может взять Хилл и стоять, размениваться с руки. Он может взять Маледикт и просто выгнать персонажа, да, потому что дэмэджа ему нанесет в разы больше, чем этому же Вич-Доктору. Плюс ко всему у него огромная тычка с руки, поэтому этот персонаж, он исторически был очень крут всегда в роли Бэби-Ситтера. Окей, смотрим, что тут выберут Продиджи. Ну, тут очень сильная линия, получается, если это Макака сейв, или это Мидл, там все еще Флекс есть возможность. Но так и так линия у Продиджи получается довольно сильная. Вивер Марс, неубиваемая практически дабла, соответственно, Вич-Доктор, Манки, Кинг, если это одна линия, то это тоже очень-очень крепкая. Чтобы там юники сейчас не придумали. Кроме этого, кстати, это снова, вот эта бабка, стиль под названием, ну, то есть мы взяли ее без контроля особо. Не, ну сейчас что-нибудь еще доберут, я думаю, все-таки. Ну, увидим. Посмотрим. Я про то, что в рамках появившихся МК, ты, наверное, очень хочешь ДК поставить теперь на Кэри позицию, потому что это будет легкая линия, если у тебя придет МК, то тебя подраться с ним можно будет. А если он приходит в легкую или в сложную, МК его хантит и стоит потом фри. И ДК ничего не имеет, и МК имеет очень много. Это плохо, потому что у тебя арена Марса, у тебя арена. Манки Гинга, там просто не выжить. Какая логика? Ты двигаешь ДК на первую позицию, соответственно, у тебя автоматически Марс, который приходит туда на третью позицию, он уже хорошо фармит, потому что ДК, ну, ничего не делает оффлейнером на своем лейне. Какой бы там субборт не пришел, ДК, он просто бесполезный. Он очень толстый, очень трудно пробить, но он просто стоит и фармит там. Используйте, у тебя зато свободный саппорт, который может уйти от ДК. Это первый момент, а второй момент это в том, что в рамках такого дела у тебя сетап либо Марс фармит, либо МК фармит. И я бы лучше бы дал Марсу фармить, чем МК. Окей, Серега решил нам не отвечать. Нет, так не, да. Он думает, что мы просто тут делаем вид, чем мы тут умные. Мне кажется, у меня камера просто съедает светом. Нет, тебя кушает, это точно. Я просто расплываюсь так скоро. Просто уйду в белую точку. Судя, еще гримы под маску немножко, знаешь, так. Я не знаю, чего это отсвечивает просто. Как бы здесь, ну, в комнате не особо так светло. И почему это светит? Диван, может, бликует так. Ладно. Ну, зато ты еще в белой футболочке, чтобы сливаться со всем этим делом. И прямо идеально работает. Причем до этого, я насколько помню, ты был всегда в черных. Тем временем у нас бан Виномайсера, бан Кунки от Продиджи и Юников. Соответственно, сейчас будут ласпикать у нас Продиджи. Да, я только сейчас понял, что появившийся Рубик говорит нам, что Фурион точно керри. В рамках того, что перед этим появился МК, я бы как раз-таки Фурион наделал саппортом. Поэтому первое, я думаю, что за Продиджи будет. Потому что здесь керри Фурион вообще теперь юзлесс будет. Ну, подожди, у них встался этот мидл, который они могут сейчас взять при желании. То есть это, видимо, тройка Фурион или тройка ДК. Там единицы, ну, неважно, они между друг другом распределятся. Скорее всего, на мидл сейчас пойдет последний герой. Ты, может быть, какой-то... О, это не кратч. В принципе, над софтбет вообще-то. Это, конечно, интересно. Да, но смотри, вот я бы как сделал тогда. Условно Марс оф-линия, МК условно легкая, да, добираем там ВД вивер два саппорта. И просто герой против Некрофта, закрывающего оф-центр. И все, ты выиграешь три линии, у тебя есть, чем ломать здание. У тебя есть, чем драться, у тебя есть все, что надо для победы. Снайпер, да, какой-нибудь? Хускар. Хускар. А я бы вот... Хускар страшно брать после властных изменений. Особенно под подрезом акрезиста. Он уже из-за ультимейтов, у тебя нет доп-макреза, его Некрофт просто с косы убирает. На самом деле, по-хорошему, ты берешь здесь Шторма, его ловить здесь вообще нечем. Единственное, кто может поймать, это Телекинез Рубика. Там какие-то станы ДК, но это уже в последствии, да, там, когда будут какие-то артефакты на кетче этого Шторма. И просто Штормом забираешь в активную доту эту игру. Потому что, ну, настолько пассивно опять персонажи у Тим Юник, что мне не нравится. Все так, ну, тебе не керна оценена то, чтобы где-то пойти здание ломать. То есть, я явно, знаешь, вижу, как этот след ломать или вышек. Просто взять еще что-нибудь, наверное, там, сайпер, неплохо говорят, просто ради от пуша. Не париться. К тому же, мы по полярити уже играли. Продиджи. Кстати, сам с снайпером, и тоже у них неплохо получалось. Ага, я думаю, с снайпера хороша была бы. Ну, можем пробежаться по еще героям, которые есть, дозь, там, из-за, давай, Лина, возьмем. Отличный герой здесь, все здесь сделает. Вот, да, ты предлагал, да, пожалуй. Лина, хороша. Вот, давай Тинкера бахнем, да все зайдет, здесь нет плохого героевца. Лина отлично смотрится. Лина и СФ, мне вот что-то такое нравится. И СФчик тоже неплохо. В общем, все, что обладает хорошим морскастом магическим, да, и одновременно с этим обладает физикой. И Шрак, вот, кстати, еще замечательный герой. И Шрак, кстати, Топчан здесь, да? Просто будет въезжать в стройку, и ты ему ничего не можешь сделать, плюс он деревья ломает. Что тоже приятно. Ну, ты сидишь, выбираешь, просто в кайф катка, то есть, спрашиваешь там, типа, фэнеч. И спошли нам благодать, скажи, на кого хочешь играть. И он такой, знаешь, крутит колесо чата. С славами сегодня, вот я там, Лишак. Хотя они все еще могут, все еще могут, знаешь, в рамках теста, вдруг у тебя там эпилептик не хочет на МК, фэн берет МК и берет центр, и добирает еще кэри. Такой вариант тоже стоит рассмотреть на всякий пожарный. Но вот если брать кэри, то кого? Для эпилептик? Свар какой-нибудь? Кто-то нормально будет всех кушать. Ну, а зачем? У тебя вот отлично сейчас все по балансу. Я знаю, Серег, но они могут. И поэтому стоит это рассмотреть. Они тратят время на то, чтобы подумать, мы тратим время на то, чтобы предложить еще варианты. Потому что чем нам еще заниматься, раз они решили потратить все свое дополнительное время на Ласт Биг? Типа того, тут хорошие герои, мы их назвали. Давай назовем кого-то вот еще. Видишь, Шторм, все. Шторм, да. И закрыли каппу, а 1-0 бродить же. Во-первых, ловить Нейч Профита, изи. Ну, вообще-то драку начинать. И единственное, из таких легких скиллов, кто тебя может ловить, это Рубик по-хорошему. Драгонайт поздно будет это делать. И, ну, ульта Нейкрофиса. Ну, давай, все Штормакинь. Типа Юника надо очень хорошо сыграть, чтобы эту катку затащить прямо как батя, чтобы они все сделали. Чтобы все получилось, чтобы верили две линии в меню. И в рамках игров этого точно тяжело сделать. Понимаю, понимаю. В общем, у нас 1-0, да, в пользу в бродиже. Мы считаем оба, то, чем мы считаем все вместе. Вот. И, соответственно, отправляемся к нашим комментаторам. GM и ML Шторм возьму для вас эту игру и откомментируют. Интрига у нас начинает умирать с аналитики, как это положено на Epic Prime League. Ну, практически абсолютное большинство игр пока что в одни ворота. Но я, как всегда, надеюсь, что Юники, несмотря на не самый удачный драфт, могут оказать сопротивление. Всем добрый вечер. Да, всем привет. Да тут даже дело не в драфте. Мы вот позавчера с тобой, если вот все верно, позавчера комментировали как раз игру Юник. Там даже, казалось бы, и при выигрышном драфте в плане исполнения все было лично очень плохо. И пока я солидарен с нашей студией аналитики, скорее всего, будет, ну, без сеансов. Ну, не сеансов, госу, без каких-то непредвиденных сеансов камбэка. Я понял. Ну, посмотрим, посмотрим на исполнение. Все-таки, опять же, по Юникам пока сложно говорить из-за их матча с ВП. Потому что все, кто играют с ВП, смотрятся, ну, крайне слабо, да, на фоне виртусов. Но, с другой стороны, там и ВП Продиджи тоже, если вспомнить, как они играли, у них там, ну, у них были приключения с драфтом. То есть, они каким-то образом дважды дали закрыть своего мидера. При том, что в одной игре даже имели ласт пик, но все равно мидера открыли чуть раньше. И из-за этого получилось, ну, даже скажу так, что у них был там Разор против снайпера. И Разор, ну, не смог, скажем так, в какой-то момент, а дальше уже снайпер по игре его переезжал. Ну, и во второй игре все было еще хуже. Там макака была сигнатурная. Посмотрим, что будет здесь. Опять же, очень-очень важно... У нас всегда очень важны линии, да, в СНГ доте. Как правило, с них берется большое преимущество. И, в принципе, в современной доте все сделано так, что команда, которая это преимущество захватывает, она контролирует баунтируна, она получает очень много золота с них. И команду, которая не самый удачный пик, ей вот именно тяжело камбэкнуть, потому что сейчас сплитпуш, как-то фарм леса, он не так сильно решает, как просто вот герои, которые получают уровень, у которых сильные сплы, они идут и давят. Да, так и есть. Естественно, у нас уже пошли ребята из команды по продиджи вперед. Втроем находятся сверху и есть шанс, хотя, наверное, уже нет. Вряд ли кто-то здесь поставится от команды Unique. Сделал первую кровь. Снепфайр прокачал себе уже. Монскор, точнее, первый спал. Да, не стал брать печенку. Друговичок имеет, да. Хотя можно там как-то с печенкой побороться за баунтируну, но скаттербласт побольше урона дает влить. И, в общем-то, еще там с руки можно наточковать. Что по лайнам? Получается, Некрофос, Рубик и сюда же смещается бабка. Пока что в легкой оставили ДК. Но вообще, в принципе, если ДК ставить на уровне, он там возьмет третий достаточно быстро, то он, мне кажется, простоит чуть ли не против любой линии. Тем более, что им удается угадать и не поставить ДК против макаки. А вот макака, наверное, очень хочет ставить против ДК, как раз-таки. Потому что ДК на этой линии... Ну, наверное, это одна из немногих линий, которую ДК не потянет. Потому что милишник против Джангу Мастери работать будет плохо. В то же время Некрофос с радостью должен постоять против макаки. Это правда, но у нас свапы продолжаются. Мы видим, что вылетает наверх уже Snapfire. В миде тут пока что без каких-либо сенсаций, я так понимаю, да? Будет шторм против Фариона. Крайне метовый персонаж сейчас именно центральный. Многие команды предпочитают брать. Распробовали его в последнее время. Вот. Снизу Monkey King, как ты и говорил. Ну, а наверх у нас отправляется Вивер. Как раз тот самый саппорт, тоже о котором была речь. Против них будет стоять здесь все-таки Зитракс на Драгонайте. И интересно, как они раскачечку. Просто смотрю, вот так неплохо пробивают здесь. Да, раскачка очень интересная. Тем временем коэффициент нашего партнера Джи Джи Бет. Юник 4.23. Довольно большой коэффициент уже вот со старта на Юник. Вопро Диджи здесь явные фавориты. Ну, в целом у них действительно броня, кстати, у Зитрак. Да, через броню начал, но все равно даже не смотря на это пробивают вначале. Всячески мешает фармить. Ванскор тут тоже получал достаточно много урона, но регеном много. Очень важный такой момент. Это Марс с этим вот щитом на первом уровне. То есть, ну, большинство... Редко-редко сейчас кто-то берет копье, потому что щит... Со щитом ты практически наверняка добьешь любого ранжевика. Ты еще можешь прохарасить оппонента. При том, что маны он стоит значительно меньше. Ну, а, собственно, на втором уровне ты можешь сделать вот такую вот вещь. Копье. Да, жуки плюс сверху висели, урона очень много. Ну, копье, наверное, разве что вначале берут, если уж прямо только под первую кровь какую-то. Да. Ты выходишь с командой, то да. Либо так, либо, допустим, какой-то гримстрок на баунтируну вышел, и тебе нужно героя Сангсвеллом от себя оттолкнуть. Ситуативно. Ну, конечно, все равно. Это вот как вот телекинез на рубике брать. Потом, что с этим копьем делать? Оно дорогое достаточно. До второго уровня приходится немножко тяжеловато. Так, снизу у нас. Снизу некродедушка. 8-1. Ну, главное правило некродедушки, это, конечно же, добивать крипов и регениться со своей пассивки. Это немного тяжело. Ну, пока вроде бы справляется. В ЗЗ, он все время фуловый, реген у него прилично, и мы видим, что эпилептик фласочку вынужден тратить на себя, чтобы отрегениться. Неплохо. Здесь ему помогает еще Рубик. Всячески пытается Бичдоктор тоже как-то Рубика этого отогнать. Но вот очередной Деспуль залетает. Да, у Некрофоса очень большие проблемы с добиванием, потому что у него такая тычка, медленно летит снаряд, и урона мало, и топорик ему не взять, потому что он рейнджевик. Но вот он там возьмет какой-то нуль-талисман, пару уровней. Плюс можно добивать, опять же, рейнджевиков с Деспульса, и все нормализируется. Эпилептик пожалел Банл Страйк на рейнджевика, и в итоге из-за этого Юлижна его заденайл прям под носом Манки Кинга. Ну вот тут, да, тут как бы не хочется давать так, чтобы линию пушить. Второго уже крипа пропустил, и этого не добил. Ну этого Эльна добивает каской. Так, а сейчас... Все равно достаточно. Кстати, еще четвертый удар, и вот сейчас бы Банл Страйк, ну под Маледикт нужно, но нужно кидать. Хм, странно, почему не кинул. Я почему-то тоже думал, что залетит как раз-таки Банл Страйк, но в итоге отпускает БЗЗ. Ударил. Ударил... Это сверхстранно. Я... Ну не поздновато ли ударил? Ой-ой-ой, а вот сейчас могут забрать, лол. Это нормально. Ну, справедливость восторжествовал. Ну, дело в том, что под Маледикт, чем раньше ты зальешь урон, тем больше он урона этого даст впоследствии, потому что, ну, он работает со временем, и каждый следующий тик делает тебе только больнее. Но под конец давать смысла особого нет. С другой стороны, неважно, забрали, потому что некор что-то там вернулся. Я бы сказал, что жадная раскачка, не взял Гош Раут, но не будешь ты на втором левеле брать Гош Раут, ты хочешь взять все-таки пассивку и хоть как-то регениться. На миде, тем временем, профит с огромным количеством динаев, но я думаю, что эти динаи могут быть, это его же пеньки. Скорее всего, есть. Так, ну, это нормальная практика для фуриона в последнее время, что ты динаешь своих пенечков, лишая оппонента дополнительного подфарма. Но линию-то он проигрывает. 27 на 18, довольно хорошо все у Шторма. К тому же мы понимаем, что Шторм взял шестой, полетел и может убить профита. Или там каких-то суппортов. А профиту немножко в этом плане сложнее. Тем временем у нас минус Курьер и, возможно, минус Ванскор. Ванскор тут бьется до конца. Есть Шикучи, конечно, но сейф решил не бежать под талон. Ванскор, наверное, либо стики, либо фэрифайр, что-то такое. Да-да-да, в любом случае, пошел бы какое-то время. Внизу очередное нападение на БЗЗ. БЗЗ под Меледиктом. Бандмонстрайк в этот раз залетает. Ванскор все-таки забрали наверху. Здесь делается фраг на БЗЗ. И сейчас проблема у Иллюжина. Иллюжина нужно бежать, потому что Эпилептик все еще под действием пассивочки находился. Сбить БТП. Но, видимо, нечем. Каски в кулдауне. Ну, я так скажу, что линия нижняя выносится просто в салат. Сверху мы видим, что Бабка ничего не может сделать. Для нее не самый приятный такой лайнап. Вивер постоянно может выбегать из дробевика, даже если по нему попали, не получать урон. Макака, шикарный старт. У Марса старт еще лучше. ДК имеет неплохой старт. Но вот два героя, Марс и ДК. Кто такой Марс? Марс взял шестой уровень, пошел на любого героя арену, поставил, убил его. В этом пике так точно так. Вот тут тем временем разминают Вич-доктора. Но Вич-доктор будет жить. Да, летел вроде как Френа отменяет в итоге телепортацию свою. Да, я согласен с тобой по поводу Марса. Да, Марс более полезен для команды. Сдокнаты все. Хочешь по кодовому форму, как выходить в пуш-табуров. Не особо он хороший такой кэрри с берст уроном. То есть он просто такая машина бронирована, которая вперед. Такой раскачкой. Посмотри, у него тут по баунтируемым мы видим 5-3. В общем, еще закончу мысль про ДК. Он, в общем, его в целом задача немного другая. Марс, он такой агрессор. Он тоже прочный, но он вот именно пойдет убивать. ДК же не может убивать. Он как раз такой вот медленный-медленный под пуш. И вот здесь шторм Марс дадут очень хорошую инициативу. В нынешней мете это все должно привести к тому, что просто в Продидже захватят доминацию на карте. И у них все будет получаться великолепно. Они будут сноуболить, безнаказанно убивать. Шансы за счет Некрофса и Профита какие-то отбиваться. Здесь такой момент, что Профит хорош в дополнении с кем-то и на таком сноуболе. А Некрофос, ну даже если он там будет с косы кого-то убивать, у него на косу огромнейший кулдаун. Там кулдаун 140, что ли, секунд. При том, что не сказать, что спелл какой-то мега ультимативный. То есть тоже спелл нужно закидывать под что-то. Короче, пока легкие проблемки вырисовываются и непонятно, как из них будут выходить. Кстати, интересно, будет ли кто-то весел делать у ВОПа Продиджа? Да, стоило бы, только вот вопрос, кто? Я бы сказал, что может попробовать Вич Доктор сделать. Такой, не самый плохой для него артефакт, типа Маледикт Весел накинул. Ой-ой-ой. Мазаза опять загулял, похоже. Да, здесь уже Шторм перетянулся. Есть Гош Раут. Кстати, неплохой ультимат Фуриона залетает, но от Крепа никакой нет, и бы забрали. Нет шестого, опять же, несмотря на то, что залетел в Гош Раут Бандла Страйк, это никак не повлияло, слишком много урона, всего хватает. И вот Шторм, он просто прилетел, он помог сделать фраг, и вот он уже обратно возвращается на мид. Профит дал ультимейт, но теперь этого ультимейта нет. Опять же, возьмите ВП, как они играют. Как только появляется шестой уровень на Профите, идет ультимейт, и кто-то где-то умирает. То есть максимально важно реализовать ультимейт сразу же, потому что он максимально эффективен. Да, руна у нас появляется наверху, сейф забирает там регенерацию себе, и возвращается, а, или нет? Вот кто будет делать весел. Ну да, тогда все ясно. Ну четверка, все-таки четверка, как бы ее задача купить что-то полезное. Весел здесь очень хороший, против Некрофоса. Напомню, что теперь это аура снижения регена. Ну и вот, коэффициент 0 у нас уже на девятой минуте, а вот она пошла арена Марса. Щит, чтобы было легче дать копье, каски. Ну, он живет, в связи, как он прочный. Это Dragon Knight, это Dragon Knight, там еще и заряд выбили из него. Слушай, он выжил в итоге, попытались как-то сделать фраг на Марсе. Ну, да, ладно, он выживает, окей. Но это только, это все, что он может делать. Да, четвертый Маледикт, это, он, по-моему, не попал, да, или попал? Он не попал. Не попал Маледиктом, да. Ну, Маледикт, это бы хватило. Несмотря на вот этот бешеный реген ДК, тут нападение на Эпилептика. Неплохо было бы его забрать, его забирают, несмотря на то, что косы еще не было. Сюда же перетягивается Марс, дает копье, но слишком поздно. Вивер также здесь. Ищут, ищут Марса, но Марс все прекрасно понимает и уходит отсюда. Да, Dragon Knight уже снизу с формой, вместе с Фурионом начинает ломать один. И нужно, наверное, бежать отсюда Виверу. Вивер пока что под станом. И сейв, еще буквально один удар. Да, вот так заберут. Сорки. Зитрекс его дожег своим огнем. Этим дыханием дракона. Не Брэсфайром, а коррозив Брэсс или как-то да. Ну да. Иллюжен. Ну, вообще, у меня вопрос, конечно, к Эйне. Надо попадать Маледиктом, особенно когда цель находится в арене. Понимаю, там немножко получилось иначе, там сначала кидался Маледикт, а после уже Марс закидывал копье и получилось так, что он цель увез из Маледикта. До того, как успели накинуть, да. Немножко мисплея. Игрок должен как бы видеть все, что происходит, чувствовать своих тиммейтов. Понятно, что когда Марс дает арену, он хочет дать щит копье, и потом уже цель будет прибита. Ну ладно, это, в общем, такой момент, который, не сказать, что прям сильно порешал, просто они из-за этого момента не добили ДК, он пришел вниз, он подпушил им вышку. Такая цепочка очень неприятная. Ну да, это вот этот вот плохой выход стоил им Тауэра внизу, как минимум. Это уже плюс огромное для команды Юник. То есть, и они продолжают держаться на плаву по экономике. Мы видим, что все еще одна тысяча всего лишь остается за командой ВП Продиджи и не растет дальше преимущественно. ДК в целом бесполезный такой герой, но если он будет отрабатывать вот именно, если будет в него вливаться весь урон, и он будет при этом выживать, то это лучший герой. Потому что здесь таких героев на самом деле два. Так, у Диэма проблемы. Он может поставить арену, он ставит арену, чтобы сломать елки, убегая через нее. Не, не дадут. Касса. Да, Касса избивает телепортацию, ну и все, Диэм приехал. Он, конечно, здесь какое-то время тоже поживет, как Драгон Найт, еще попытается поманцевать, но мы понимаем, что исход один. Наверное. Он ничего не может сделать против магии Некрофоса, его щит не работает, его пассивка. Ну и три героя вообще в целом. ТП уже сбит, то есть никуда он не денется. Ну и вот, пожалуйста, как бы коэффициент 0, но не стоит торопиться. Мы видим, Вичдоктор берет себе топорик. Ну, понятно, для чего это делается. Для того, чтобы хоть как-то спасаться из прутов. Тем временем нейтралы зарабатывают 79 золота. Закурьера. Закурьера. Это да. Блэдмэйл появляется для Фуриона. Окей. Вот Ярослав мне говорил, что очень много Интовику дает и достаточно дешево стоит. Я напомню, что сейчас вот этот Бродсворд, ну, может быть, не сейчас. Я, честно говоря, уже потерял момент, когда. Но когда-то он стоил 1200, а сейчас он стоит 1000. И в целом получается артефакт, он достаточно дешевый. Дешевый, при этом, опять же, вот против макаки нажал, и что-то она уже не хочет с тебя бандл страйк давать. Вивер что-то бить не хочет. Единственный Вичдоктору пофиг с его Десвардом. Потому что Десвард считается как обособленный юнит, и тот урон, который он наносит, не идет обратно Вичдоктору. Но все равно Блэдмэйл хорош. Поймали Ван Скоро. Калочки полетели, мы легдит тоже. Летит Шторм сюда, и в четвером итоге одолели одного Ван Скоро. Окей, в любом случае, на Творце продолжают расти у команды ВПП, продиджи, уже 2000 они ведут. В целом, игра, кажется, под их контролем. Кстати говоря, папка может перепрыгнуть арену Марса Печенкой. Ну, это такой, если вдруг где-то кого-то закроет и не успеет Марс дать копье, можно попробовать будет скомбинировать. А в будущем, я так понимаю, если ДК возьмет аганим, он должен, по идее... Вот я не уверен, работает ли это или нет, но он же ходит через эти текстуры с аганимом. Должен. У него же там получается. Да, передвижение... Как это, флай передвижение? Да, ну, может быть, его и перебросят. Но до этого пока еще далеко. Здесь, тем временем, нашли Найнтина, и он шел. И не успевают подцепить. Да, в это время цепляют наверху косы Эпилептика. Это еще один отличнейший просто фраг для команды Юник. Причем, как вышло круто. Они увидели, где находится оппонент. Оппонент там еще часть ресурсов потратил. Ну, Профит, он же должен был видеть, да? Он же... А сейчас они вообще на аванпосте должны видеть. Но это не мешает Курьера отдать. Так, Шторм уходит отсюда. Просто тут мимо пробегал иллюжно, я так понимаю, с ворованными шокучами. Судя по всему, ну и дальше драки никакой не получилось. Ну да, пока Юники держатся неплохо. Драгонайт продолжает фармить. У него скоро... А, ему уже летит Шадоублэйд. И уже под Шадоублэйд можно будет выходить кого-то и цеплять. Как вариант. Пока в соло-таргет работают Юники хорошо. Да, интересно. И раскачка такая у него без таланта. Ну, видимо, потому что... Так, сейчас я скиллпоинта посчитаю. Не, он, по-моему, не успевал. И Рубик здесь перетянулся. Драгонайт со станом. Иснэфайр начинает настреливать. Очень быстро стирают у нас... Штормспирит еще заберут и Вич-доктор. Вот о чем и говорилось. Вич-доктор горит. Вич-доктор горит. Сюда об одну еще плюшку какую-нибудь кинуть. Не успевая, Дитракс, в итоге... Курьер поплатился. Нормально. В курьере все состояние Вич-доктора лежало. А добивает все равно Иллюжин. У него, видимо... Да, у него шикучи ворованные. Шикучи, да. Еще и келстрик забрали. Да, это не так много, как раньше. Но вот сейчас очень круто получилось. Воспользовались ошибкой оппонента. И подкушали, и забрали. И Юники просто красавцы. Причем все так быстро закинули. Вивер. Странно. Ответная попытка нападения на Дитракса. По-моему, это вообще проходная история. Сейв очень аккуратно нужно быть. Потому что он там остался на ЛОХП. Вынужден тратить сразу ультимейт, чтобы вернуть свое ХП обратно. Но вообще изначально было непонятно, чем вы собираетесь цеплять этого ДК. У Марса нет арены. Манки Кинг вообще был в таверне. Единственный вариант это Шторм. Шторм вылетает практически на фуллману. Поймали одного только Ванскора. Ну, Ванскора вы, наверное, заберете, да. Ванскора это нормальная цель. Ну, вот на ДК врываться, ну, это, по-моему, совсем плохая история. Когда у вас нет хорошего контроля в наличии. Очень, конечно, тяжело Виверу было среагировать. Потому что, ну, запущен ультимейт профит. А ты его можешь и не услышать, и не увидеть. Он просто прилетит откуда-то. Меня немножко удивило его решение нажать ультимейт. Учитывая, что у него есть лопата. И он постоянно копает фласки. И у него две фласки. Мог бы фласочками захилиться, отступить. Так, Иллюжен. Шикучее. Иллюжен погибнет. Ну, а тут ответное нападение. Опять на Шторм Спирит. Опять арена от Марса. Шторма косой накрывает. Шторм погибает. В любом случае, отличный уже размен для уников. Еще одна арена от Манки Кинга. Ванскору больно. Ванскор не убегает из этой арены. Убегает в таверну. Танкует пока что Диэм. Но Диэма, скорее всего, сейчас тоже отправит таверну. Или же нет. Касочки полетели, кстати, неплохие. Прохладная история, конечно, Диэма с этим щитом была. Но, кстати, мог погибнуть. Чуть-чуть не хватило. Там у кого-то Гроу Боссы. Потому как Марс светится. И луком его разминали. Диспульс могли добить. Но опять отличный размен. Пока вышли на Иллюжену. В этот момент нападение на МК. И сейчас нападение на МК. Самое лучшее место нашел. Пофармить, я так понимаю. Почему не было не отступить на свою половину, когда команды вообще рядом нет. И в итоге он сейчас за это может поплатиться своей жизнью. Великолепные. Миллигранный спрут и отличный. Белиссимо. Но, в принципе, если так будет продолжаться, я думаю, ВП-против же только рады будут. Да. Да уж. Там еще и вард под центрю прям поставили. Ну, что-то как-то то густо, то пусто. Но все равно, конечно, выправили ситуацию знатно. Потому что казалось, могло все быть гораздо хуже. Но как-то вот с этим Марсом, с Макакой не смогли разогнать свой Сноубол. Со Штормом. Несколько было прям откровенно супер неудачных моментов. Прям где не повезло. Ну, например, когда Шторм летит уже в Профита. И должен его вот затягивать. Но в этот момент Профит делает ТП прям секунда в секунду. И умирает Манки Кинг сверху за счет этого. Ну, МК в любом случае нужно как можно быстрее выфармливать БКБ. Потому что пока БКБ не появится, он будет умирать вот так вот быстро. Так же, как и Шторм, в принципе. Ну, Шторму попроще, потому что он более мобилен. А вот МК. Хотя он тоже мобильный, но просто проблема в том, что ему реально нужно драться и бить с руки в драке, да. Шторм там больше летает как-то. По замесу. Ну, и мы видим, что коса, как только имеется в наличии у Юника, это значит, что у какого-то из коров они выключают. В любой драке. И очень быстро. Философский камень еще достается Юникам. При игре с низким темпом, конечно, коса уже совершенно другие краски обретает. То есть, когда там темп высокий, ты дал косу и четыре драки без нее провел. А когда вот такие вот драки, которые сами Юника инициируют, раз там в 2-3 минуты, как раз коса всегда есть. Это очень приятно. И до БКБшки ничего с этим не сделают. Да, поэтому МК нужно пофармить. Очень неплохой такой отрезок в кавычках времени провел сейчас эпилептик на елке. Я посмотрел буквально минуту. Ну, не минуту, но секунд 40. То есть, он пропрыгал, пока нес себя. Ты сверху. Сверху на визера. Да, сверху там нападение на сейва, но сейв. Но он под вардом, так-то он. Ну, да. С билем, билем, да, тп. Вот, а еще огромный плюс Фуриона в команде. У тебя всегда в любой драке на карте плюс один. Плюс один, варды может даже на кор героя куда-то поставить. Сейчас вроде бы опасная ситуация для Зитракса, но... Ну, не знаю, не знаю. Эпилептик Соло точно его не заберет. Я уверен, если подключится кто-то из тиммейтов. Они видят, они видят, они видят ВД, видят Шторма, и он отступает. А Шторма еще и мародеры-шаманы подступили немножко. Есть арена от Манки Кинга. Но, опять, что мы видим? Шторм снова погибает. Снова отличная артиллерия от Смитфаер. Убегает отсюда на Свич Доктор. Ну и все, про Вальченко. По-моему... Зитракс погибнет все-таки. Та самая, о которой говорили сегодня... Точнее, Митяй говорил, что надеется, что будет как минимум 2-1. Намечается у нас. Как он выжил? Как Зитракс выжил? У него там еще был Тик Маледикта. У него не оставалось ХП. Но это Драгон Найт. У него просто бешеный реген. И любой другой герой умирает, а он успевает отрегенить. Ну, Зитракс просто мужчина. Вместо того, чтобы убегать, он просто в арене МК пошел, убил Шторма. Ну, с его помощью убили. Потом еще убили МК. Сейчас еще и Диэм отцепляют. Ну, Зитракс... Диэм причем понял, что за ним выехали. Да, он прекрасно видел там как раз за счет того, что ванпост подконтролить успел, что сюда бежит Зитракс. И вот ответное нападение под арену Марса. И теперь подставляется у нас Эй Тин. Правда, все-таки делает фраг, прожимать будет в этом моменте. Но хотя бы в размину вышел, уже хорошо. А мыли уже на те время забрал Ифан? Сбил, кстати, с него четырехкратный... А, это с Эй Тинас сбили четырехкратный стрик. Сбили, но ничего страшного. Опять же, стрики сейчас не так много дают. Ну да, как-то он странно начал тупаться. Не совсем я даже понял, куда. Причем так долго делал телепорт. Тем не менее, все равно профит топ-1 по Нетверсу. Топ-2 идет Драгон Найт. И с этим Драгон Найтом очень тяжело. Не будем забывать, что на двадцатом уровне господин Некрофос получит себе очень неплохую ауру. И Манки Кингу будет сложнее отхиливать. Я практически уверен, что он возьмет именно левый талант. Потому что, ну, альтернатив в доте... Я, честно говоря, не знаю. 20% Magic Resistance смотрится как ничто против 40% срезания отхила. Это какой-то весел на максималках. Понятно, что эта штука не работает на Блэкинг Бар. Ну, вернее, непонятно, но она не работает на Блэкинг Бар. Если верить, во всяком случае, официальному описанию, чему верить нужно не всегда. Через смок поймали здесь у нас Вич-Доктора. Довольно просто забирают. И Маледикт украл Рубик. Это, кстати, очень страшно, потому что Маледикт Рубика, он висит очень долго, и он наносит очень много урона. Так, вот они. Баунтируны. Пять штук, пусть вас не смущают. Там лопаты. Лопатка помогает, да. Но и Тавр теряет в миде сейчас в Virtus.pro. Родиджи. И как бы что-то, мне кажется, что такими темпами сейчас будут давить. Там погоня за эпилептиком, буквально, в шаге он был от провала. Он был в шаге, потому что профит вызывает пеньков. Деревья исчезают, и он на 4 секунды оказывается встанет. За 4 секунды к нему бы успел ИДК приехать. Было бы очень больно. Бладстоун на Штарме. Бладстоун. Это, конечно, замечательно, но вот мы позачара видели шторма идеального, да, практически от Пикачи у нас, который там приумножал эти заряда, а вот, наверное, дня 4 назад как раз я комментировал Китай, там шторм был, который растерялся, заряды за игру. Там вчера у нас был тоже не самый удачный шторм, так что... Поэтому нужно и сейчас исполнять. Ну и вот смог. Хорошая атака, может быть, на БЗЗ. Нашли его в фармящем лес, пошла арена, втроем попытается забрать, успевает поражать гош-шраут, но урона хватает, чтобы оформить фраг. Не самый удачный гош-шраут, потому что он только получал дополнительного урона и не успел ничего поражать. Нашли Зитракса. Ну, его просто бить не хотят. Это Зитракс. Ее отпускают. Слишком плотный Драгонайт. Ну, можно подпушить топ немножко? Попробуйте два сломать. Правда, с другой стороны, здесь уже внизу работает вовсю Фурион, которого тоже нужно как-то отогнать от Таверов. И сюда с этой целью, так понимаю, направляется Марс. Сейчас щитом все зафармил. Отлично. Шторм летит на Ванскор. А Ванскор прыгает, не попадает печенькой и погибает. Ну, это слишком много врагов. И тут, и там. Ну, вот два заряда есть. Неплохие выходы. Вообще, с БКБшками на Макаке, на Марсе, на Шторме пик в Продидже станет так более опасным на какое-то время до появления там... Ну, наверное, пока БКБ не станут пятисекундными. Ну, до этого момента хотелось бы Юникам вставить, так сказать, внести свою лепту в игру и получить какое-то преимущество. Ну, на арену Марса вот уже откатило. Замечательный спелл. Да, это не какая-нибудь коса тебе. Так, ну и БКБшки. БКБшки ждем также и для команды Юник. Спрятался пока что Форион. Аккуратно хочет сплитпушить. Да, мы видим, что уже перемещается вроде как вниз. Он обменяет ТП. Он боится, что там кто-то есть. Он должен увидеть сначала, что там никого нет. Да, вот он видит. Марс у нас максимально прочный себе билд взял. Сила плюс броня. Такой. Ну, 8 броней это реально много на самом деле. Больше только у профита. По-моему, у него десятка дается. Так и есть. Ну и успокоилась. Пока что игра со стороны команды Юник. Теперь как-то ВП больше играет первым номером. Но их можно понять. Там, Бладстоун. Нужно выигрывать драки. Нужно реализовать арены блинки. Как нас сейф загулял. Что-то между Т2 и Т3. У поймали. Разведчик. Разведчик-охотник на курьеров какой-то у нас был. В итоге его схватили и наказали. Да, не жалеют косу. Причем, потому что долго не получается ее реализовать. И, в общем-то, правильно. Правильно берут. Тем временем, Эйна развардил. Сидит, знает, что его здесь не видно. Рядом с ним Де. Чего-то они тут ждут. Ну, возможно, ждут команду Юник. Вот сейчас Ванскор забирает Аванпост. Должны прекрасно это знать в Виртус Про. БКБшечка на ДК. Да, вот теперь реально проблема. БКБ у МК пока еще не имеется в наличии. Скоро, вот прямо чуть-чуть осталось. Вот она арена. Профита не хотят бить. Он там прожал Блэйд Мэл. Хороший Маллэстрайк. И... Профит выживает. Есть захил. В итоге погибается. Вичдоктор. Вичдоктор, да, забрали его. Ну, вообще, Профит, да, здесь выживал. Я так на всякий случай скажу, что БКБ ему не помог бы против Маледикта, потому что урон проходит сквозь у Маледикта. Это довольно жестко. Но отлично работают Грейвзы, Некрофос и Фонтан, которые дают отхил и все. В итоге Профит выполняет тоже свою функцию. Такой вот пик. И ДК уже так быстро не убить и Профита, и Некрофоса. Но, наверное, если кого-то убивать первым, то Некрофос хочется больше остальных. Профит на развороте сейчас попробует подцепить Шторма и Шторм успевает уйти. Да и пробивать Профит даже с учетом Десварта достаточно сложно, потому что Армора у него достаточно много. А тут у нас в Миде ответное нападение от команды Юник. Хороший ультимейт от Ванскора. Заберу... Нет, Сейф успевает. Успевает поражать Таймлэпс и вернуть себе ХПшечку. Чуть-чуть. Чуть-чуть не забрали Сейва. Но такая интересная атака. Телескоп для Шторма. Да, действительно, брони очень много и у ДК, и у Профита. У одного пассивка, у другого талан. Так что бить Десвартом это совсем плохая затея. То есть там видно было, что урона очень мало залетает по нему. То есть у него 15 плюс 16. А больше нечем. Больше Вич Доктору нечем. Если он Десвартом не может нанести урон, то это прям катастрофа для Вич Доктора. Ну и вот он, Драгон Найт с Титан Сливером. Очень прочный, очень мощный. Что интересно будет делать дальше? Я вот вижу перчатку у него. Или это просто перчатка такая? На фарм казуальная? Сигнатурная? Посмотрим. Телескоп. Пока не ясно. Телескоп хорошая вещь. Рубик какой-нибудь, я думаю, будет доволен. Он из одного компа все нейтральные шмотки решил выбить походу. Телескоп для Рубика, Квивер для Профита. Я думаю, что именно для Профита этот арт лучше всего подойдет здесь. Ну и, собственно, вышку забирают. Да, вышку забирают. Это правда, в Virtus Pro там вроде как собирают Рошана. Неизвестно, что там по скорости, как, насколько быстро Рошан падает. Ну, вроде как и не успевает сюда уже Юники. Хотя, на самом деле, очень медленно бьют, очень медленно бьют. Если бы вот прям сразу перетягивались, то могли бы успеть. К сожалению, не успевают вот буквально чуть-чуть. И вот Рошан погибает. У нас был бы идеальный тайминг ворваться, врываться на Эпилептика. Эпилептик прожал БКБ, поставил арену, но также БКБ прожимает у нас и Фуриона. Мы видим, что даже Эпилептик не может Фуриона пробить. Арена Марса не будет. Арена Рубика. Арена Рубика тоже очень жесткая. Нет, Рубика все-таки выгоняют из арены. Марс выкупается. Марс сделал байбек, вернется обратно. Выбили Аегис. Можно попробовать второй раз сейчас забрать у нас Шторма и очень быстро забирают Шторма. Но что-то, по-моему, поплыли. Виртуз Про сейчас и даже, несмотря на то, что было у них Аегис в наличии, вообще Драку проиграли салат. Танковал очень хорошо фрём. Ну и Марс после байбека. Вот это очень неприятно. Рубик преследует здесь Попитамова. Но нет, Марс все-таки уходит. Зитракс хотел тоже поймать. Ну что сказать. Очень агрессивно забирали Рошана. Не успели Юники к Рошану. Но зато они успели вот на то самое состояние, когда соперник только-только забрал Рошана, еще не успел занять позицию и не готов драться. И очень хорошо подрались. Профит со своей броней, с Блэдмейлом, он просто залетел в арену. Да, да. Нажал БКБшку и все. И видно, что даже МК просто не может нанести того количества урона, которое необходимо. Абсолютно. А пик такой у команды Юник, что как только вы проигрываете, точнее, вы выигрываете драку, вы сразу же идете и ломаете строение. Вот уже забрали Т2, забрали Т3. Это очень много денег. Тут еще и сейва под контролем. Есть стан, есть арена ДМ, он пытается помочь. Сейв сгорает за счет ультимейта Ванскора. И арена от Марса в пустоту. Все. Никого в ответочку не забрали. Да, вот так вот, пожалуйста. И теряют Тир-3, теряют одного героя. Еще преимущество становится еще больше. Арены сейчас нет. Да, быстро откатит. Манки Кинг пытается сделать Радиенс. Передумал. Делает дезолятор, чтобы хоть как-то справляться с этой броней. Но я вообще могу только посочувствовать Макаке, потому что ей нужна такая тонна урона на этих коров. Одного ты не можешь бить, потому что у него Астрал, и двух других не можешь бить, потому что у них там брони у одного десятка, у другого даже страшно. Я не помню, сколько есть, честно. 15 плюс 16, я имею ввиду, Фуриона, которого в последний раз я видел. 16 плюс 16. 16 плюс 16, да. И у Драгонайта есть пассивка. Также, когда Квивер еще забрал себе, тоже очень сильная цель, очень сильный артефакт на фокус какой-то цели. Там магии уже Марсу вписать. Так проблема, что ребята из команды Никто не особо ушли-то. Сейчас у нас нападение на Вивера. Вивера не хватает прям совсем. Чуть-чуть урона с косы, да, Гриммер подсейвил. А так был бы очень хороший фраг. Для Мниников, ну ладно. Многовато времени потратили здесь, ну и нужно отступать, забирать хотя бы две баунтируны. Да и плюс там база горит наверху, здесь уже этим вопросом занимается Фурион. Вот еще такой момент, всегда есть опция, которую можно будет воспользоваться, если потеряют сторону хотя бы одну в ВП Продидже, да или даже если не потеряют, можно очень сильно осложнить им игру. Если Начерс Профит берет Аганим, очень тяжело выйти с базы. Вот просто невероятно сложно. Если ты потерял какую-то сторону, то ты просто будешь всю игру, да, ты будешь очень богатым, возможно, потому что ты будешь фармить этих пеньков, но толку от твоего золота, когда ты просто сидишь на базе 24 на 7, не можешь выйти вообще никуда и никогда. Интересный выбор артефактов от эпилепии. Все-таки ради. дальше. Радик себе будет приобретать. Ну ладно. Просто Радик, мне кажется, это такой темповый артефакт, если тебе удается его выформить очень быстро, он суперполезный, то есть и урон, и да, и ты мясы там накидываешь, и в драках, и давление хорошее, но когда тридцать первая минута, и у тебя только появляется сакер-трелек, возможно, это не самая лучшая идея, может быть, что-то другое себе собрать, что-то более полезное. Знаешь, вот если игра, если ты на макаке прям сильно расфармился, и ты видишь, что игра, ну никак не закончится быстро, очень круто смотрится билд ради Каганим, потому что ты везде спамишь этих макак, которые жгут оппонента, если особенно есть герои, которые хотят ворваться с Баленка, они этого сделать не могут, но на такой стадии... Я придумал, эпилептик собрал себе все-таки дезолятор, мне как по мне дезолятор более полезный. Роденс, это было бы ГГ моментально. Очень странно. 5К, никуда абсолютно ни урона, ничего вообще, потому что там уже и БКБшки, и этот урон, он просто смешон будет, не Крофос, он там щекотать будет. Ну вот передумал и взял дезолятор, дезолятор пополезнее, к тому же у Вивера появляется сейв, очень нужный для команды, и вот сейчас возможная решающая драка. Пошла заплевка, где же Вивер? Вивер успевает. Вивер успевает. Да, коса была потрачена, контр-нападение от ФНа, есть арена от Манки Кинга, погибает в итоге у нас сейчас Вич Доктор, эпилептик на лоху ЭП, пытается убежать, Фреон его в итоге не добивает, забрали здесь Рубика, пока что разменялись саппортами, ультимейта, ну, все-таки Дема забрали. Вперед идет БЗЗ, и ФНа могут попробовать еще как-то поцепить, но и Фон успевает отсюда уйти. ДК до него не дотянулся станом, но зато сторону сбер юники 2 в 1, у нас драка. В общем, классическая ситуация случилась сейчас, так, нападение на профит, и продолжает, он на штормать, здесь стан, и возвращают его, правда, возвращают его прямо во врагов. Ну, это прям та самая ситуация, спроты, которые выигрывают игру сейчас, ты получаешь спроты, просто стоишь, потому что не можешь из них выбраться, никто не может из тимойтов помочь как-то сломать елки. В общем, весь урон в ВП протидже, который у них был, не считая макаки, который немножко был обзорен на драке, Сайланс отличный, в шторма, но опять возвращает его в Вир, великолепно сыграно, хороший Маледикт залетает, но ДК уходит в инвиз, должны забрать бабку, хотя бы бабку, бабку. Касочки, касочки хорошие, тут просто распрыгались по команде Юник, погибая здесь еще у нас и Драгон Найт, попытаются зафокусить сейчас Фуриона, Фурион, Фурион тут сейчас сам объяснит еще, кто бать, здание, и улетит отсюда, практически забрал Сторма, кстати. Чуть-чуть не хватило, ну нормально, забрали сторону, отдали двух героев, в целом, я думаю, Юники довольны. В общем, в ВП Бродидже попытались зафокусить Некрофоса, и не смогли его добить, он вот буквально остался на 300 хп, нажал Гошраут, Грейвзы, и, как правило, когда такое происходит, ты драку проигрываешь. Самый большой урон по героям, ну... Я так понимаю, это за счет Блэйд Мэйла, в первую очередь, и потому что посмотреть на этого Фуриона, у него 36, 18 плюс 34, но это пока что под товарами, да, сейчас он отойдет, посмотрим у него... Поменьше больше страниц. Да, чуть поменьше все равно, в любом случае. За счет ультимейта вот такая вот цифра, но и в принципе он очень много дерется, он всегда где-то в драке, ну да, статы бешеные. Из-за того, что у него очень много армора, он может себе это позволить делать. Армора просто какое-то нереальное количество, профит с керасой, с этим талантом, как его физикой пробить непонятно, даже с Дезолятором, даже с Вардом Вичдоктором непонятно, смогут ли они вообще нанести ему хоть сколько-то урона. Возможно, очередная у нас важная драка, все ультимейты есть, и у тех, и у других важно будет, кто начнет первый. МК пока что там по елочкам прыгает, пытается дать Вижн своей команде, и Юники отступают на базу, прекрасно понимает, что на карте никого нет, и нужно быть аккуратнее, скорее всего, там Смог. Ну и никого в ВП не находит. Увидели сейчас и ФН снизу, и из базы выходит у нас Юники разбив перед этим Смог, но правда ВП тоже уже отступили на свою половину. Но шансы того, что кого-то найдут, все еще есть, потому что Эпилептик задержался в лесу, и сейчас уже заходят Юники, и могут его за это наказать. Нет, Эпилептик уже на линии. Никого Юники, скорее всего, здесь уже и не подцепит. Ну ладно. Там основной таймер сейчас заканчивается, и мы узнаем, через сколько появится следующий Рошан. Да, две минуты. Достаточно долгий. Немножко успокоилась игра, но опять, вот без стороны сейчас против профита играть значительно тяжелее будет. И это хорошо еще мид. Мид так, достаточно приятно отпушивать. ФН в инвизи. Зитракс в инвизи. У ФН и гем, поэтому он все видит. Кажется, его спалили. По-моему, да. Ну он тоже по-моему, да. У тебя же гем. Ты же видел Зитракса. Вот он, видимо, куда-то посмотрел. Что-то какая-то наигрубейшая ошибка сейчас от Шторма. Не проще ли было просто улететь? Ты понимал, что здесь один, как бы у тебя была фуллмана. Здесь еще продолжается давление, но нечем тут сбить телепортацию. Топ подхил от бабки. Еще 250 хп, которые будут не лишние. И заходят по центральной линии, после этого переместятся вниз. Ну сейчас идеально выбить какую-то байбэк бы. Да. По-хорошему. Если Шторм умрет после этого байбэка, он не появится в игре очень долго. Да так, я думаю, что игра закончится. Сейчас Шторма убьет после байбэка. Да, вот как раз арена пошла от Марса, что он летит в Драку. Пытаются зафоксить у нас ДК. Это удается сделать. ДК погибает. БКБшку прожимает Фреон. Ему сбивают телепортацию, так понимаю, башером, да? Матки Кинга, судя по всему. Да. Да. Башер уже есть. Быстро он его нафармил, надо сказать. Да, неплохо, неплохо. Башерок сейчас реально зарешал, и это минус 2 кора у Юник. Это отличные 2 фрага для продиджа, получается. ВП. Заработали плюс денежек себе. Это позволяет им выйти, наконец-то, с базы, попробовать что-то сломать, возможно, Юникам. Либо же Рошана. Рошан, правда, еще не появился. ДД снизу лежит, тоже никто не контролит. Явно было бы не лишним. Просто решают выйти в контратаку. В идеале бы сейчас еще сделать какой-то фраг, чтобы уж точно окупить байбэк на штамм спирити. Ну, никто не должен подставляться. Просто должны аккуратно сейчас отыграть Юники, дождаться. И потом уже, после того, как выйдет Dragon Knight и на Чирс Профит, сами заходить на Рошана. Как раз-таки вот сейчас ВП ломают вышку. Ага, курьер. Чей курьер? Судя по всему, Рейдент. Ну, видимо, да. Видимо, да-да, Рейдент. И заходят на Рошан. Рошан теперь под дезолятором гораздо быстрее упадет. Он Жуков сверху накидывает так же. И не успевают, вроде бы как, на этого Рошана Юник. Да, они только сейчас выходят с базы. Фурион все еще в таверне. Фурион сам себе покупает башар. Боу. А вот она, тот самый талант на регенерацию. Аркейн Руна. Аркейн Руна. Аркейн Руна забирает себе Штурм Спирит. Естественно. В бутылочку. Самый лучший герой для этого. Да, вот сейчас, конечно, очень такая шаткая ситуация. Вроде бы Юники и сломали сторону, но мы понимаем, что последние две драки им пришлось очень тяжело. А Бисл Блэйд вообще планируется? Нужно как-то работать по Блэкингварам оппонента, чтобы оппонент не мог нажать Блэкингвар и просто уйти. Тебе приходится покупать даже на рейнджевике Эбисол Блэйд. Что Штурм, ой, Господи, Фурион превращается в какого-то, знаешь, это, Милли, Милли Рэндж ДД. Угадай, закуп, называется. посмотрите на закуп, да, вы сможете закройте герой, герои скиллы, да, и угадайте, в какого героя Так, ну что, пока Эгис есть, нужно как-то попробовать, возможно, через смачок выйти, кого-то подцепить. Правда, Vision не так много на территории команды Unique, у команды Virtus.pro Prodigy, но вот они разбили все-таки смог, за счет Monkey King попытаются, возможно, кого-то увидеть, подцепить. Нам намекает обсервы, что они на варде, да, разбили? Что курица летит через вард, как минимум, и такие вещи любая команда, которая сидит на базе, смотрит на мини-карту, она нас контролит и сразу все поймет. Такая ниндзя-курица беспалевная. На самом деле, эти курицы, они начали своим командам приносить уже беды, ну, где-то года 4, а может быть, даже лет 5 назад, и это до сих пор продолжается, до сих пор продолжают вот так вот вести себе что-то в смог через всю карту, через все варды. Это, конечно... Да, придется сейчас на базу возвращаться в ВП, там огромная просто толпа крипов по нижней линии заходит, и Тавра-то нет, и нужно это все отпушивать. Да, верно. Нужно будет перетягиваться. Вообще, да, потому что соблазн такой, наверняка есть под шумочек, ворваться как-нибудь, там что-то попытаться спилить, но нет, даже все вернулись. Шторм, реген, плюс Аркан, руна. да, там Таймлесс Релик выпал для команды Юник, мне интересно, кому отдадут его, Рубику может быть какому-то, хотя... Для Юник выпал Таймлесс Релик? Да, 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 у кого, чтобы продлевать дизейбл какие-то, хотя у Рубика Телескоп тоже по-полезней будет. Вопрос. Так, Таймлесс Релик, Таймлесс Релик, достаточно долгий дизейбл, у кого здесь хорошие дизейбл? В теории ДК, но ДК Сливер тоже не хочет менять. ДК же есть там талант на 25-м, если не ошибаюсь, на дополнительный стан с Драгон, Драгон Тейла. Да, плюс 2 секунды, но... Будет очень долгий. Да, ну ладно. Не, ну Рубику мощно, если он там украдет копье, с этим Стаймлесс Реликом это копье даст, или даже Телекинез, но Телескоп не хочется выкладывать. Конечно, Телескоп тоже профитная штука. Но Телескоп-то может носить кто-то из тиммейтов на самом деле, и он будет работать нормально. Так, ну а с другой стороны для ВП Продиджи призма выпала. В миде нападение очень быстро забирают Рубика, здесь прям без шансов, конечно, растерзали его. Иллюзион кейп. Иллюзионист, точнее, кейп. Нет хорошего героя для Иллюзиониста кейпа. Можно отдать там и профиту, и ДК, и кому угодно, но... Скорее, такой вообще артефакт, который всегда стоит носить в любой ситуации, вот так вот просто там отправлять какие-то иллюзии куда-то, разводить, это всегда напрягает, это создает, так сказать, дополнительный какой-то сумбур. Ну и перекладывать там обратно какой-то более полезный артефакт. Минотавр Хорн для Драгон Найт, я думаю. Вот теперь он... Да, вот она, самая иллюзия, о чем ты говорил, буквально происходит, да, и прям шикарно здесь все получилось, выменили арену Марса. Хулдаун очень маленький, но вообще-то говоря, стоит... должны игроки вот так вот прокликивать, прежде чем напасть, вы видите, что Некровос в какой-то такой позиции очень странной, и если бы на него кликнул Марс, увидел там Иллюзионист Кейп, он бы все сразу понял. Да и элементарно, просто, что у вас вот так вот в нагло идет Некровос, один заходит на хайграунд, без каких... И учитывая, что у вас Аегис, как минимум, чтобы до этого, Дарья, два хороших файта, с каком-то странной историей, но там БКБ. БКБ, да, нет возможности сквозь БКБшку как-то сбить. И тем не менее, Марс сможет себе это позволить, потому что действительно кулдаун на арену для такой стадии игры уже настолько мало, что ты, в принципе, ее тратишь, и вот она уже откатила у него практически. Мне хотел обратить внимание, кому Призму отдали в ВП в своей команде, нажим выпадало, и никому, я понял. Ну ладно. Ладно. Это вдвойне странно, потому что сейф носит чарм с собой. Насколько я понимаю, Призму является улучшенной версией. Да, да, да. И странно, что они не забирают себе. Я почему-то думал, что ему отдадут, да. Фликер там лежит, я смотрю. Фликер он выбил просто. Нет, ну фликер, нет, это понятно, да, но почему не берут Призму? Это вопрос. Ну ладно. Есть хороший, знаешь, вопрос для команд Virtus.pro, а подобрали ли они ее с земли? Ага, этот вопрос, ну давай посмотрим. ага. Прочитано! Все понятно тогда, все понятно, ну да, да. Видимо, если есть в теге Virtus.pro, то артефакты, они где-то теряются. Ну, кстати говоря, если эту Призму забрала оппонент. Это второй раз, это второй раз именно в исполнении Эпилептика и Сейва, это еще когда они играли в основном составе, они как раз, помнишь, не забирали там по два, по три артефакта подряд из леса, это уже не первая ситуация. Да, это именно вот, ну, Резоль еще такое вытворял, но именно это вот с Эпилептиком и Сейвом такая штука была. И вот сейчас такой у меня важный вопрос, это где-то лежит или это забрал оппонент? А это мы можем посмотреть по вещам оппонента на самом деле, если кто-то... А вот она. Ну, вот она, собственно, ну, вообще я бы отдал эту штуку некродедушке, наверное, и он бы с ней получил удовольствие очень много. Я думаю, да. Но некто дедушка пока что иллюзиями там развлекает ребят из команды Virtus.pro, вроде как успешно, но как минимум один раз уже. В принципе, так же, как и ВП, сами иллюзиями тоже развлекают, потому что у них этот артефакт из леса тоже имеется. Так, ну и что? Дело идет к третьему Рошану, если сейчас через МОК не удастся кого-то здесь подцепить ребятам из команды Unique, а это может произойти, потому что врывается Иллюжен. Сейв, но тут контр-врыв от ДМа. Хорошая арена, кстати, сюда врывается также под БКБшку и ФН, и арена пошла от Эпилептика. Эпилептик фоксит пока что там Фурион, и в этот раз урона хватает. Фуриону очень больно. Его забирают, на 100 секунд отправлять в таверну. Бандлый страйк еще залетает по Ванскору. Ванскор не успевает запрыгнуть с печеньки, потому что перехватили Бортексом в полете, и он тоже отправляется в таверну. Драка не заканчивается. Погон еще за БЗЗ. Профит выкупается, летит обратно. Марса забрали. 120 секунд. Тут же байбэк. Найн Тин вернулся. Очень, очень неплохо раздает, но кажется, могут его после байбэка отправить в таверну. Да, так и есть. И не будет его 125 секунд, фанскора также не будет. Пытается убежать отсюда БЗЗ, копьем не попадают, в итоге сжигают вивера, но это не важно, потому что некровца также добивают. И еще один байбэк использует. Вивер хорошо отыграл в последнем моменте, там вовремя заставил своим ультимейтом своего тиммейта. Дважды, по-моему, причем. Да, да, да. Нет, почему? Один раз был. Один раз? Один раз? Да, вот в последнем моменте, как раз-таки, когда там был фулл фокус, не хватил урона. И хорошая драка для команды Virtus.pro, проигрывает его Unique, эту драку, и теперь за это могут сейчас лишиться стороны, возможно. Два байбэка было потрачено от ВП, если я не ошибаюсь, и нужно их как-то купать. Шторм летит. Ну, вообще, они знают, что у профита нет байбэка, ну, что он байбэкался прям в драке, и он так еще бодро и резво залетел в арену Манки Кинга сначала. Кстати говоря, он долго жил, его бил Death Ward, его бил Манки Кинг в арене, и все равно он там чуть Вич Доктора не ушатал. Впитал он очень хорошо, да, и падает Т3, и, видимо, центральная линия сейчас тоже полностью упадет у команды Unique. Забирают. Мид на мид теперь, ждем профита, еще 46 секунд. Мид на бид, если заберут еще и Т3 наверху, то, в принципе, ситуация уравнивается по строению, точнее, по их отсутствию. Я думаю, заберут в сторону. Ну, 36 секунд, даже арену потратил Эпилептик, чтобы просто отзонить, я так понимаю, Unique, показать им намерение команды Virtus.pro, вроде же, что они очень хотят сейчас забрать в сторону. барак забрали, можно отступать, там, таймер уже 20 секунд, разбили смог, наступление, окей, ждем появления следующего Рошана, там можно все баунтируем, кстати, что явно было бы на ВП ненешним. Так, надо подумать, что не так происходило для Unique в последних драках, но вот им очень сильно мешают две арены, одна Monkey King, другая Марса, то есть, одна зонит, одну часть команды, у Monkey King, она уже очень большая, из нее сложно выбраться профи, да мне кажется и время, сейчас уже артефакты появились у героев команды Virtus.pro и не так просто справляться, если Epileptic сейчас не ворвался, будет здесь прямо на елку, его бы не подцепили, Epileptic, кстати, выформил себе уже и Сатаник, что увеличивает его шанс на выживание, ну и 4 баунтируны мы видим, последние достаются для Virtus.pro, да, уже десяточку практически, преимущество за ними, ждем появления третьего Рошана, и в очередной раз мы видим колоссальное преимущество по баунтирунам, и в очередной раз мы убеждаемся, что баунтируны в нынешней доте очень-очень важны, потому что десятки, шестерки, вот 10 тысяч преимущества, из них, ну, 9, две трети это баунтируны, это даже не драки какие-то, это просто контроль карты, очень-очень хочется найти возможность юникам начать драку именно с того, что они выцепят кого-то. Отличный врыв, прямо-прямо под, конечно, лотосорб, но в любом случае он скоро это не спасает. Без байбэка он, ответное нападение под косу, хотят зафоксить сейва, сейв сам спасает себя ультимейтом, и вот пошла арена у нас от манки кинга, все, драка проиграна, нужно отступать, стираю здесь еще и фурион, а фурион, кстати, без байбэка, и бзз тоже без байбэка отправляется в таверну, и такими темпами сейчас могут просто в трон пойти, мне кажется, ребята из команды ВП. Думаю, да, это ГГ. Мысль была понятна от Юник ворваться в вивера, который постоянно сейвит героев и убить его, но даже его они убить не смогли. В итоге этот вивер, ну, я бы сказал, что именно вивер выиграл игру, потому что он несколько раз сейвил ключевых героев, и в итоге на нем эта игра и закончилась. То есть не вот этот Манки Кинг, который собрал кучу слотов, ни какой-то там Шторм, который имел сверхмного, потому что у Юник было чем ответить, у них был ДК, у них был Профит, они тоже были прочные, они были хороши, но вивер испортил совершенно все. Мне кажется, ну да, да, в целом так оно и есть. Ну что ж, я думаю, мы готовы уже передавать слово нашей студии аналитики, которые дадут более подробный анализ, что мы, собственно, и сделаем. У нас получилась отличная катка, на мой взгляд, в отличие от большинства игр, что мы видели на протяжении нескольких дней подряд, здесь прямо интрига, камбэки, очень-очень интересные мувы от команд, хотя, может быть, мои аналитики сейчас скажут, что скорее здесь было просто игра ошибок нереального количества, как парни прокомментируете. Именно и так и скажем, на самом деле. Так и скажем, да, да. Против же очень много наошибали в начале, у них очень хороший был старт, им главное, что нужно было делать, это просто фармить свои арты, очень аккуратно. Но на одном конце карты кто-то отдался, там Monkey King загулял, тут кто-то загулял, и вот это вот все преимущество, наработанное в начале, довольно-таки неплохое, оно кануло в лету. Хотя они вот за счет своего вот этого маленького сноубола и аккуратной игры могли бы спокойно фармить эти артефакты и закончить игру, как они сделали это вот сейчас. только минут за 20, они за вот всю вот эту долгую, плотную, разваривающий дойду, кабинет и кат. Вообще, так-то есть в двух словах, выделю отдельно игру FN, потому что это, наверное, был один из самых плохих перформансов, которые я, когда я бы видел от него, а видел я очень много их, то есть, моменты, где, допустим, влетает, получает просто стандар, потому что не нажал сам клавиш, моменты, там, допустим, Реста Саегиса, что в рамках появления персонажа, если ты жмешь полет в сторону, когда герой смотрит, он быстрее летит, чем если лучше заворачиваться и так далее, то есть, можно, сделав небольшой крюк, просто улететь и так далее, вот он много таких моментов не делал, много чего можно было бы игре избежать, если бы, опять же, он не умирал лишний раз, и, наверное, можно сказать, что из-за него, в первую очередь, это играю вот столько для времени и продлилось. Ну, а также, немножко, наверное, стоит посчитать, посидеть, поиграть против ДК, чтобы лучше понимать, когда у вас хватает силы его убить, когда не хватает, потому что много тоже каток было, драк в катке, где они врывались в ДК, там, в три героя, допустим, или Дикторе на Марте, а он просто выживает. Значит, видно, то есть, или вы не нападаете, либо возьмите больше героев, вывезти в табилке на какого-то другого персонажа, на которого это все, если потратить, то этого хватит, чтобы его убить. И скилами попадать надо, вначале тоже вот эти вот забеги на Драгон Найтов сверху, просто когда Мальдик не попадаешь, ты не делаешь этот важный килл, Драгон Найтам уходит на ЛОХП, он не бежит до базы, он за счет пассивки восстанавливается, продолжает фармить лайн. Это очень важно по таймингам не мазать скиллами именно по таким персонажам. Тем более, что у тебя есть количество станов какой-то в команде, поэтому попасть в застаниного противника уж точно стоило бы. Вот, но это все в рамках Вич Толта, это все в рамках Марса, а вот по Виверу отдельно большой респект за крутую позиционку, за крутую игру, что цель здесь говорил просто историю ДОТА. История, это локальная история ДОТА творил, стоит на четвертой. Звучит-то здорово, звучит здорово, но на деле он реально каждый раз там где-то стоит, есть понимание, что шторм ворвется, его надо будет вернуть, есть понимание, что рынка ворвется, его нужно будет вернуть, и он не подставляется, аккуратно стоит, и все это делает, раз за разом. Деньги нашел, салаты купил, и потом реализовал их. Окей, ну, соответственно, не говорим уже о том, что привело к ситуации, в которой юники могли закрыть карту в свою пользу, да, потому что вот сейчас как раз у нас по хайлайтам очередного их нападения, там они потом, если я не ошибаюсь, еще шторма прикончат, еще несколько минут, и ему придется байбекаться. И все будет норм, да, здесь МХ опять же выпал из арены, довольно интересно это получилось, нас анализировали. Вот вопрос, почему же имея 6К перевес, а юники не смогли реализовать подобные шансы? Ну, у них не подсказывают драфт под это дело, то есть смотри, при равных слотах, даже там с Фересом в 1000, шторм, точнее так, Фурион послабее будет, чем в путь других парк персонажей, вот это первая проблема. Вторая проблема, что у тебя не Крофос, ты тоже не герой, который бьет с руки, то есть у тебя выльют твоих денег, во сколько у них там суммарно, да, весь Нетфорс, это Нетфорс не героев, который просто бьет в лицо, это не Нетфорс с Керри героев. Если бы у тебя с таким же закумом любого героя из этих персонажей был условный антимаг, он бы, конечно, все сломал, я его похватил, они выиграли. Но них нет этого антимага, у них нет этого героя, поэтому им нужно было играть максимально правильно, аккуратно, как-то ловить героев и не бойтиться на героев на Байбакич, ну на Байбакич, не бойтиться, не бойтиться то, что Шторм влетел и подставился, то все глюки у него нажали, его очевидно вернут, прям 100%, в такие моменты нужно было вырваться куда-то дальше, цеплять, искать этого самого ливера, потому что иначе Шторм вот, ну и вы просто вернули, ворвался там в бире вот только что на хайлайте, бабку ДК, просто бесплатный фраг получился. У тебя дамаж только с руки здесь получается на самом деле, он драгонайт, он исключительно бьет с руки, да, там от Брисфайера дамаж наносит, он не особо жесткий наносит, ночь с профит за счет ультимейта, ну какой-то дамаж наносит, но это вначале нормально заходит, так это там что левел получаешь и сносишься бешеное количество хп, к мидгейму уже этот дамаж не так велик, и считаю у тебя ночь с профит бьет с руки, у тебя ДК бьет с руки, единственный, кто там нормальный рассказ может дать, это вот Рубик, да, если что-то сворует полезное, и Snapfire, ультимейт в своем, все, у тебя больше ничего такого нет, ультимейт некрофоса, он там один раз слетает по та же цели, если ты там скукаешься и фокусной, поэтому у тебя там еще за счет скиллов переигрывали в драках, очень круто. Да, и видишь, еще и проблема в том, что довольно много было таргет урона, когда МК уже подходил в толпу вместе со штормом, из-за этого, за время БКБ, как бы чуваки успевали сделать с достаточно рода, чтобы снять колта кэри, и в рамках этого БКБ не нужно было в таком случае искать бабку, счет на нее силы, там тратить Рубика, потому что их обилки БКБ вообще никак не работают, и ты просто нажмешь свою обилку, врываешься, убиваешь условно ДК, убиваешь условно, не знаю, на микрофт, или фреон, любого из них, и что может в это время сделать вам с корой? Стоит, плюет, ноль урона, и дашь там печеньку, петельшь пустелку, потом не можешь плюнуть, но с них хватило каких-то слотов типа форстафов, eternal blade'ов, возможно, там, глимеров лишних, чтобы просто драку можно было как-то подрастянуть, а потом monkey king 25-го, лавла, арена второго, и соответственно, это очевидно, постоянно, вивер со штормом и две арены, когда они есть, уже поздно что-то делать, это правда, две арены, две арены, две арены, еще трубика сверху, не особо осмысленная, правда, не особо нужная, но хоть что-то дает, вообще-то, конечно, 25-го лавла арена, уже по факту, но на реале страшно, потому что у тебя, шли слоты, у ММК тоже лишний появляются, со временем, когда-то, и арена, все сильнее и сильнее, да, ну а катить ее, по факту, тут особо сильно нечего, ну уж нужны форстафы, лишние, нужны фэдди, пегос скипетры, и так далее, потому что против, мы говорим, что мы один физ урон, у ДК у Фурион, но также один физ урон, у нас у Шторма, у Саван, у Манки Кинга и Марса, то есть они тоже не особо маги бьют, и можно было пробовать с ними разбираться, но решили, что попробовать запушить, не получилось, хотя шансы все, вроде же, им дали, которые нужно было взять. В позиционке трудно держаться, очень трудно, потому что у тебя длительные две арены, и плюс ко всему, ты пытаешься из них еще выбегать, в них не драться, и тебе еще, плюс ко всему, нужно фокусить герои, которые находятся под таймлапсом, под фокусом от таймлапса. Ну и также, конечно, если дальше посмотреть на стату, которую нам показывают сейчас Айгисы, да, то есть Продиджи регулярно были первыми на Рошане, и Юники по факту за них либо драться не могли, либо дрались плохо. Если бы у Юников хотя бы был один Айгис, я думаю, что они на этом ДК, условно Айгисном, или там БЗЗ, на них, короче, взял бы, и просто можно было бы донести в момент, когда там байбек, условно, это Фэна был, да, потраченный. Если бы он убивал бы Саяга Челика, он сразу же приснулся бы обратно фулоуом и смог бы помочь своей команде. Это один из ключевых моментов тоже в этой игре. Тем временем, друзья, напомню, что вы можете присоединиться к обсуждению матча на dota2.ru slash gg. Ссылочка у вас сейчас находится снизу трансляции. Вот. А также вы можете стать участником нашего эфира и попасть на рубрику RUHUB at Home. Надо, соответственно, с хэштегом RUHUB at Home выложить в сторис, в инстаграмчик, и отметить еще наш аккаунт собака dota2ruhub. Вот. И таким образом самые интересные истории поводят на наш эфир как раз таки во время паузы, на которую мы сейчас и отправимся в ожидании второй карты противостояния против джи против финик. Субтитры создавал DimaTorzok